Мы делаем подвал, подвал засыпается просто, это наводная большая куча кемней, загравним и коноплинки вставляем везде, как будто тут и растет уже. Вот если они находили дверь, они находили, и туда залазили, в этот подвал-то, там подвал. Зайдут туда, там картон, картон выбросят, там бревна, бревна здоровые, так сказать. Если они бы их вытащили, то увидели там земля и дрова. Ну вот это могли бы они еще, а на глубине нескольких, ну сколько-то на глубине, например, везде доски там насланы, а в одном месте доски вынимаются, это все под землей, надо бы землю убрать было. Если бы они убрали, именно нашли, чтобы вот здесь доски убрать, тогда бы открылся швур, который идет вниз. И туда если они спускались, ну там картошка была, на зиму мы прятали в лагере, но если бы картошку они выбрали, то одна стена поворачивалась, и теперь открывался тоннель со светильниками. Нет, они ленивые были, они ни разу не нашли. А в другом месте у меня было так. Дети заходили с разных сторон, чтобы тропинки-то не было. А проходили друг за другом, в траве они, видать, и там басущая нора была. Басущая. Мы маленько расширили, и в нее надо было залазить, в басущую нору. Вообще. Вот. КГБ это сильно оценило меня, и говорили, вам бы только у нас работать. Других, которые заключенные были, учил мне тайнозаписи в Магдабоне. И когда туда, тут трава ухода-то там не зайдешь, а с разных сторон, и трава чтобы неприятная была. И туда басущую нору, а там дальше расширены помещения, там продукты, постель. Когда смещенники приезжают, что открыться, никто не видел. И дети знали, и ни один не выдал. Но мы проверяли, каким детям дать. И это все в фильме снято. Я смотрел, да. Смотрел, ну вот так. Дети-то выросли, вот которая там рядом, девочка стоит, она замуж, вышла в Америку. Это племянница моя. И мы это делали, такое где-то, мест пять, в разных местах. И когда дети заходили туда, оттуда-то, мы глаза завязывали, чтобы они вышли и не знали, где было. Даже если кто-то не выдержит. И они не знали, где. В разных местах разные дети. И копали, делали, куда прятать то, что у нас в лагере было. И ни разу не нашли, нигде. И тут только рассказать, вот так, рассказать, а вот так, если представить вот эту жизнь, все. Это же война такая, идет война. Вот сейчас пишут, говорит, небольшой монастырь, был Игнатий Теханович, а там катакомбная церковь. Я это делал все, не просто так. Я копал. Я затрихался под землей. А когда был один осенью там, и в это время, где борсущая нора, это снимался верхний слой, теперь я делал под землей, все, и обратно все пластами, все закладывал, чтобы туда вода не попадала. И теперь некоторые балки надо прибивать было, а рядом-то пастухи, недалеко. А бывает, кто-то к ним приезжает. Я топором раза два-три стукнул, и опять наверх вылезаю, и долго слушаю, я хорошо слышал. И слушаю. Не идет, не едет ли кто. И опять гвоздь настроен, опять подряд несколько раз ударю, и опять вверху высказки не слушаю. Были бы двое, один бы слушал. И даже в этой обстановке все равно продолжал делать. Поэтому, Володя, там церковь я вам пришла. Я соберу, закидай ее березу. Я вам пришла. Володя, в дверей она уже. Иди скорее. Вот она просила каждому, щеки надвести надо ли мне. Там две бутылки осталось. Это я все делал. И вот эти, которые начальники лагеря, они ничего этого не знают. Они не знают. У нас дисциплина была, как-то на костре было только сто пять человек. Костер где делать? Яма большая. Это был какой-то подвал. И он заросший так. Ну просто огромная яма. Это метра три глубиной. И как мы сделали вокруг сидеть? Это назывался подиум грешеский. А все весь это мигман. И там сколько? Сорок разных столбов. И все вокруг сделано было. Большая трамвайная депо. Там хулиганы сидят, трамвайные сиденья-то режут. Они их меняют. И я это брал. И потом мы это все вырезали, шивали огромное полотнище. И мы все это затягивали. Ну вот как цирк бывает на мотоциклах, где ездят. И это все обтягивалось. И тогда там проволока идет. Я думал, что пруды мы прощестим. Пруды. Я нанимал бульдозеры. Платили такие деньги. С другого района экскаваторы сюда нанимал. И большую рыбу. И привезли морковь разводить. И тогда здесь дети сами будут жарить рыбу. Ну не жарить, а печь. На проволоке. Это в газете, в фильме описано даже. У меня все было интересно. И это я считал совершенно естественным. Дети сами шкурли отпилят. В лесу. В лесу братья назывались, которые дети взрослые. Там клен. Клен это сольное дерево. Из него столбы-то. Это не березно, мы ничего не портили. А клен это дикорастущий, он никуда не в садах. Это все даже не было бы. Где достать, топить, там, чем здесь. Дети все это делали. Пилы пилят. У меня где-то там 12 пил, дуручных 20. Ножовок сколько. Ребятишки все могли делать. Только слово скажи им. Отовсюду приезжали. Из Содессы до Прибалтии. Наш единственный лагерь был православный в свое время. На сегодня они хорохолятся. А посмотришь, ничего и нет. У нас дети серьезные жизни приготовлялись. И вот как делать шалаши. В начале Литовки не было этой косы. Ножом резать камыш. Дети залазят, режут, вяжут, закрывают, чтобы дождь стекал. Как эти делать балаганы, шалаши, они на 10 человек каждый был. Большие шалаши. Несколько. Вода, чтобы не потекала, как. В абсолютно все умели делать. Я начальник, основатель детского лагеря. 41 год уже. Это не главное, это второстепенное как бы. Но оно тоже требовало определенных усилий. Из-за лагеря на меня несколько уголовных дел возводили. Но Господь все закрыл. До суда ничего не могли довести. Приезжали следователи. Это в книге. Для слова Божьего нету. Там помещенный следователь, который расследует. В конце только говорит, а моего ребенка возьмете в лагерь? Это чего-то стоит? И дальше. Там дети, как я издеваюсь, там и бьют. И приезжает там кандидат медицинских наук осматривает. Ничего нету нигде. Все. И написано, а в отчете прокурора Жамина, она пишет, дети себя чувствуют прекрасно. Это не юридический язык-то даже. Дети себя чувствуют прекрасно. Вас бы избивают здесь, а отбавщика нет. А Илюша, мол, говорит, нет, нас нет. Нас наказывают. Наказывают, наказывают. А избивать никто не избивает. А с матерью, ни пятнышка, нигде нет ничего. Нету. Представьте, огромные березы, старые, высокие. И дети, как обезьяна, лазят. Оборвется, оборвется, коллега водит. Я их должен учить лазить. Под зеленым сыплом ни одного ребенка не держал. К девочке нельзя парцем прикоснуться. Словодрие, стыдливость, сила. Так бы футболы, волейболы, бадмиточа, так и не было. Качели какие-то. Все из-под со мной материала. Баню сделать. Баня тоже под землей спрятана. Только дым идет. И детей помыть каждую неделю. Это все добровольно. Ни рубля государство не дало. Тысячи. Ни соленки, ни тысячи, и не в тебе отдохнули. Да я в любом государстве рядом с президентом сидел бы. А побы заедают. У них же ничего нету за душой. Я вам это рассказываю. Это мое. Я не говорю о чем-то. О том, что любой мог бы делать, но только одно нужно. Отрежься от самого себя. Не для себя жить-то. И поэтому я не могу на них обижаться. На бомбов, на архиереев. Они никакие. Я смотрю на него и про себя-то думаю, ты же тоже мог сделать. Ну чего ж ты так-то-то. Какой Иисус? Учеников когда вызвали, говорят, узнавали, что они были с Иисусом. Вот качество какое. Они были с Иисусом. Я прожил не так, как люди-то. Мог бы по-другому жить. Конечно, это обидно. Я сдаю университетом, институт. У меня они пятерки сдают. У меня вышло, он еще не с пять дней вышел. Вот это мне обидно. По-человечески было. Но я тут же стряхнулся, и уже после обеды этого не помню. Это для тебя, господи, я делал. Такие огромные конкурсы проходил. Все экзамены сдам. Выгонят все равно. Эй, преподавателям всем свидетельствовал о Боге. Это моя жизнь. Но я за ними не смотрю, за папами. У него машина, у меня не было машины. У них, у меня мотоцикла никогда не было. Только велосипед. И мне это интересно. Ну пусть они вот напишут такие книги. Девять лет. Тридцать восемь томов. Это бесспорно. Вы человек уникальный. Дело в том, что всех таких людей при жизни не признавали. Я это тоже знаю. Вот она сегодня пришла книга. Я разберусь когда-то, а не знаю где. То есть как она выглядит, ты посмотри. Все так непонятно. Вот даже боком покажу. Вот она, видно, какая она закругленная. Какая, вот, корешок, вот она, открытым оком, двадцать первым. Какого она цвета. Вообще они у меня все дома, тридцать восемь, и все разного цвета. Тридцать того подкрытнул. Это специально даже по цвету можно выбирать. Но есть, и все, как у Ленина, дома, все одним светом печатаются. Я сделал разное, понял, что это намного лучше. Красивее выглянет и легче искать. Книги Настаневского, Толстого, они один свет, все под один свет. Даже в этом они и то не оригинальные. Я не умышлен оригиналью, еще просто вот Герло есть, и я родился. А почему мне не сделать это? Не, ну, одного цвета просто, когда в библиотеке, легче, легче определить. Ну, конечно, определить. Они одной полкой меня занимают, метр сорок, полка метр сорок занимает. Ну, это, это да, отдельную полку делать просто для них, и все. Ну, рядом ставьте Карла Марса, продажайте по полке. Книги того стоят. Вот они, смотри, какие, а вот какой у него картачик-то, как это называется, вот это, вот это вот приклеено, какого цвета. Вот все это надо просто увидеть. Вот, как они сделаны, 752 страницы. Все книги сшитые, вот она, хоть как разогрей ее, сшитые, никаких склеек не признаю. А все это белая бумага, вот она, Торстаган. А не ропшит, а что ропшит, я не знаю. Вот книга, пересчитай. Сейчас мы готовим. Не, ну, вы-то, как это самое, предполагаете, что там в 21 томе могло смутить человека? Не могу сказать даже. Я не могу на этот вопрос ответить. И по вопросам, по фотографиям, все прекрасно. Это не потому, что моя книга, а вот, потому что это 21 том. 20 том, это мои беседы с Александром Менем. Пусть они книгу выпустят такую. Беседы с известным протеерем, учеником. Нету, они не задают. И не просто его книга, он говорит. Это чтобы его и Террио задавали вопросы государственного масштаба. И мирового даже. А сегодня это у меня перехватили, и к себе это, ближе, растаскивают. Беседы двух разных человек. Ну, как это интересно. Только потому, что я не ломался перед ним. Я его призывал отречься от чего. Я вот этот разговор уже раз в 15, наверное, слушал, где вы с Менем беседуете. Это сохранилось только что. Только что сохранилось. У меня же обыски были неоднократные. Вот они там что-то ропшитные. Там я даже на это смотреть некогда. Только я обык. Они по лагерям, по... И вы чтите, что обслуга, все, все бесплатно работают. И я 41 год ни копейки за это не получаю. Обеспечить продукты, завести. За 150 километров в степи никого нету. Никто не простыл. Никто не отравился. Каждый день купается до 6 раз. Никто не утонул. Ну, маленько это что-то стоит или нет. И спросить детей. Из года в год приезжают. А власть меня убивает. Это означает, что мое дело угодно Богу. Иначе бы они не бесновались. Вот я могу сказать, сколько букв сейчас статистика позволяет это делать здесь. Я знаю, что несправедливо забыли имя Божие. Во всех богослужениях ни разу имя Бога и Его не поминается. Я своих негов поменьше, но в стихах нельзя стал употреблять это имя. И в книгах у меня, кажется, 1600 раз имя Его упоминается. Когда веговисты сунулись, они сразу все замолкли, глаза просто закатили. И все к месту. 1600 раз-то. Это по мозгам будет уже. Я с одной женщиной беседовал по поводу имени Ягова. Я вот начал ей говорить. Я говорю, так же Бога в боксе называют Ягова. Она говорит, да что ты мне рассказываешь? А она уже ей под 80 лет. Она говорит, да что ты мне рассказываешь? Я, говорит, Библию читала сто раз, говорит. Там я не встречал вообще, говорит, такого имени. Ты, говорит, где-то Библию нашел, такой у тебя непонятная Библия. В Библии, в русском переводе, синодальном, слово Его встречается 8 раз. 8. А она ни разу. А в оригинале она встречается более 7 тысяч раз. Она говорит, что это, говорит, чисто придумали яговисты. Ну, а она, говорит, у нас никто об этом не знал в храме. Ну, правильно, вскрыли. Это светится имя твое? Почти нас считают. А имя-то и неизвестно. Как оно может светиться, когда его нет? У нас все выверщено. И вот в этой обстановке надо трудиться. Потому что церковь православная, а она идет от апостольских времен. А остальное все, какое идет, у них нет священства. У меня простой подход. Я признаю, что они ведут себя лучше, у них проще, у них понятнее, более, как говорится, завлекательное. Ближе к апостольским временам. Но нет апостолов. Через чьи руки сходит Дух Святой. Ладно. Все, в общем, я там настроил, что надо там, ну, будут еще какие, если там... Ну-ка, сейчас я еще раз, подожди, малейки, не уходи. Сейчас я посмотрю. Так, это у меня так. Это у меня что? Теперь форум надо найти. Сейчас закладка. Наш форум. Так, минутку. Форум открылся сразу. Замещательно. Дальше. Меня интересует YouTube. Зайти на наш. Все, зашел. Еще. Я могу только сказать, низкие поклоны целую. Обычно я с бритами не целуюсь никогда. Ты у меня один брит, а с кем я целуюсь. Один, запомни это. А если так, я, другим, даже... Если мы фотографируемся, и человек приедет рядом со мной, я говорю, да дайди в сторону. Нам снимок-то не портит. А приеду, с тобой сфотографируемся. Вот так. У тебя потому что другая обстановка, и сам говоришь... Я жалею о том, что я не могу. Я уже сейчас жалею об этом. Но я никак не могу. Мне не позволяет возможность. Ну, я тебе и говорю, как есть. Ты поверишь, что я не лукавлю. Нет. Просто так, как есть. Я считаю, да. Господь так устроил, что мы встретились. Его святая воля. Я уже думаю, я вот... Или позавчера я думал. Я говорю, если бы мы не встретились, я уж Господу благодарю. А я говорю, я бы так бы дон-духом бы и остался бы лежать бы. Я бы ничего не узнал бы. Ну, ты говоришь, как сейчас нужда какая. У тебя знают все друзья. Ты как член нашей семьи. Мы... Сколько вместе? А них-то короликов-то сколько. Там был парализованный иконописец. Ну, и все. Ну, хоть одну икону, керстограмм поставь. И то будет второй уже кадр. А так одно. А так мы беседуем. Смотри, как люди-то идут. Мы не о пустяках говорим, а о очень важном, нужном. Тут есть фильм такой, Брежнев. И Шакуров играет. Он играет, как будто Брежнев. Я смотрел. Смотрел. Это вообще. И шапка, и так же. Как он колбасу-то купил в магазине и ел ее. Смотри. Старенький, старенький был. Вот внучка президента. Ну что, брат? Мы сейчас будем узнавать, вот-вот приедут к нам. У меня вопрос сейчас все книги собрать. И тут, что ответит теперь Калуга? Ну а дальше посылать, вот, 2-го числа на собеседование в консульстве Великобритании. Так что помним. Ну а 2-го числа, они если дают добро, когда выезжаете? Выезжать будем 27-го. 2-го у нас только будет примерка в консульстве Великобритании. Вызов. Здать отпечатки. Документы сдать. А остальное биографию мы уже побольше послали, заплатили. Там еще консульский сбор. Ну, они отказывают и деньги не возвращают. Ну, мы пошли на это. В нашу пользу Господь Бог. Но если Господь не допускается, главное у нас это Шенген, конечно. Англия, так вот, мы даже искали через французов, и завести тут работает. У отца Сергия, наверное, там легионеры. Мы думали, что через них. Но оказалось, это непроходимый путь. А тут так, от них быстро приглашение, доверие большое, что я на какой-то конференции должен выступить. Очень сильное приглашение. И говорит, это соответствует Евангелию Матфея, где Господь сказал, это про приглашение. Идите по всему миру и проповедуйте Евангельский святварь. И мы ждем братьев, а они на две недели выписывали, а мы там больше четырех дней не будем. Нам некогда. А селы пять, это максимально уже. Если только еще узнаем, что отец Срун из Шенгена не выбрасывается 30 дней, тогда зайдет. И они ждут. Так что я готов. Я уже сейчас по улице, когда иду, я уже внутри прокручиваю проповедь. И какие это люди, на какой стих сказать проповедь, я плыву в этом. Как говорят, это моя стихия. Сейчас я вас с матушкой познакомлю. Пойдите сюда. Мат. Сейчас это там. Она же тоже вас любит. Она со мной вместе тоже все и ролики все смотрит. Тут Александр-то потерялся. Найдется. Ну, его наша беседа-то не вовред была? Да ну, конечно, нет. Какой же, какой вовред? А что вовред? Человек, он, главное, человек не гордый, понимаете. Как он принял все вот эти вот, что вы ему сказали, он к этому отнесся так, внимательно отнесся. Вот, пересмотрел по-новому, и сказал, да, я понимаю, что я, конечно, зря вот это вот начал говорить, а теперь уже никого не денешься. Вот видео в интернете стоит, люди уже миллионы смотрят его. Так, если будет желание, возможно, разузнай. Меня беспокоит один вопрос, что в Украинскую, там, как-то звать, республику, государство. От 16 до 60 лет русских не запускать. Может это нас коснуться или нет, когда мы едем проездом? Да вы транзит, вас не может это коснуться никак. Зачем? Это конкретно кто едет в Киев, заезжает те же, вы же даже в Киев не будете заезжать. Но я и тоже говорю, у них там беспредел, то другое. Я говорю, а Бог, Бог-то где? Что это такое? Мы транзиты, там, у нас паспорта, в которых видно, что мы едем, у нас разрешение. Нет, вас без проблем пропустят, это, в этом даже не может быть сомнений никакого. Но вы представьте себе, на Европу идут транзиты, дороги полные, забитые, и вы что же думаете, никого не пускают туда, что ли? Так меня так толкует, я говорю, этого не может быть. Не, ни в коем случае. Это же, ну, просто не знаю уже что. Вы из России идете в Европу, зачем вам? Вам Украина, она и не нужна, зачем она вам? Да. Мы по ней в прошлом году погуляли, очень хорошо. Во многих городах, и в Киеве, и в Харькове, и везде. И во всех городах, национальных библиотеках, мои книги. Все, Севастополь, и Крымский, и Славянский, от которых идет, везде, везде я оставил по полному комплекту. Украина для нас не чужое место. Вот эта, Мирослава, тоже, она выходила на меня позавчера. Что ей сказать, нужна она или не нужна? Нужна. Давайте адреса и телефону скажи, чтобы, когда мы там будем, а мы будем там, например, с числа 7 июля, чтобы мы могли встретиться. Или после Англии, мы еще не знаем, но обязательно даже, чтобы она могла там собрать людей, каких-то Турбусских, если там будет видно. Нам обязательно нужно. А в Германии там никуда вы не собираетесь? В Германии наши там, наши там живут люди. Там моя племянница живет, там нас ждут. Они за нас вызов нам сделали, и кроме того, страховку заплатили. Германия, на второй год они с нами возятся. Германия это там, где мы полностью уже отмокаем. Там боимся, они нас снабжают всем. Там задавили нас, машина на берегу. Иди сюда, иди сюда. Приснеется. Амаленько, Игорь, вот так, полише надо мать. Здравствуйте. Добрый день. Вот Сергей так говорит, что вы не против. Я вас встретить? Да, не встретить, но просто побеседовать, что мы вам в тягость не будем. Нет, конечно. Мне в тягость никто не бывает. Она такая, она людям себя всего отдаёт. Она ради людей всё здоровье отдаст. Со мной всё время люди. Вы когда приедете? Ну, мы думаем быть в первых числах там, в июне. А в июне? В июне. В июне. Потому что 27-го только отсюда выйдем. Если всё будет, как бы мог угодно. Там, мы бы пошли, если что-то прямо через Белоруссию, нам сразу на Грецию выходить. Но у нас на пути воротишь. Надо встретиться с вами. Мы едем на юг только лишь из-за вас. Потому что, ну, так уже мы сродились, и хочется побеседовать, всё заснять на памяти. Ну, и потом в Росток-на-Дону, и там шахты город такой. В прошлом году у нас была там ставка, куда мы забрасывали книги, а еженедельно мы заправлялись. Это мы везём, с собой-то берём, не больше, как 700 килограмм, а туда-то забрасываем 4 тонны. Она знает всё. Я уж тут наготове всех держу. Да, мы едем не за копейкой, мы наоборот отдаём. Отдаём, и видим результаты какие. Мне уже, я с другом своим договариваюсь, который будет встречать вас. Он говорит, давай сейчас тут комнату к этому снимем, пусть недельку поживут. Я говорю, какую комнату, он, я говорю, ты его не знаешь, какую комнату. Никак. Ну, пообедать-то можем, ну, и всё, на этом до свидания. Нам нужно успеть, и там где-то около границы хотя бы день побыть. Мало ли какие задержки, на границах везде бывает разное событие. А когда мы войдём в Грецию, то там уже проще, там же вот наши деревенские. Гречанка, греки. Ну, а дальше уже Италия, если Господь позволит, перейти. Ну, а там всё пока разговор идёт. Вот в прошлом году, как мы думали, намечено было где-то. Ну, у нас всё произошло так, но только программа больше была. В позапрошлом году была программа, мы её в полтора раза больше сделали. В течение лета мы побывали, ну, 240 городов и сёл прошли. Это ответвления какие, какие расстояния. Владивосток, Находка, Хабаровск. Это всё мы прошли. И какие встречи, там краткие встречи, беседы. Распорядок всегда был один. На десять вечера мы останавливались на постой. Два часа ночи трогались. Каждую ночь в два часа мы уже трогались с места. Вот такой график. Да, сидеть некий. Ну, какой там сидеть-то? А когда мы войдём обратно в Россию, если благополучно всё закончится, ну, тут-то мы тогда вздохнём. Мы иногда, бывает, ещё при солнечном свете ищем, где остановиться там в лесополосах. Бывает, закрываем машину, а потом беседуем. Ещё чуть-чуть пониже, помаленько. Ох, как-то. А сельфениках не излядываем, поднимаются. Никак, да? Вот так. Вот так вам неудобно стоять-то так. Вот так, хорошо. Вот так. Мы едем за счёт того, что Господь благословляет и люди молятся. Иначе бы мы не тронулись. И как, кого-то? О, много-много-много-много, сам ушёл. Подними, моленько. Себя-то подними, вот так. О, вот это идеально. Вот. Потому что короткое время мы будем потом вспоминать. Упустили время. Мы и так опознали на четыре года уже. Я знаю. Четыре года назад вышел указ президента. Ещё не принимать нигде. Он обезопасил себя со всех сторон. Вот. Ну, для нас как-то... В смысле как? Ни под чего не принимать? Библиотека книги. А почему? Потому что не всё проверено. И где-то будут против говорить, против режима. Как его называют? Антинародный режим России. Я говорю, у нас верующие. Мы... Там ничего этого нету совсем. Ну, у нас указаний нет. А не в интернет, там, экстремистская литература, которая... Чтобы выходит не от вас там, не от того экстремистская. Там какая экстремистская? Там мы к небу стремимся. Мы не везём в миссии любви. Как мирно жить? Как по-другому исправить? Чтобы семьи не рушились? Чтобы дети были послушные? Жёны верные? У нас всё это отображено на основании Святой Библии. И это я должен в течение там... Полчаса всё сделать. И тоже опять на машину... У нас в среднем получалось в день пять мест посетить там. Пять городов, пять сел. Вот представляете, пять. Как вы даже смотреть были? Ну, я не знаю. Это здоровье нужно огромное, чтобы вот такое путешествие сделать. Это не просто так, как говорится, не представишь. Потому что тут на неделю, на три дня куда-то выезжали, я помню. И то, сколько оставляли здоровья там и сил. Так мы заезжаем в город, срабо спрашиваем, где тут библиотека? Ну, представь, человек спросит, где ресторан, он скажет, кинотеатр знает, библиотека даже не слышали. Но нам попадают люди, которые знают. Мы приезжаем туда, заходим, ни штаны, ни званые. Я должен переломить обстановку. Недоверие. Вызвать доверие к себе, кто я? Я автор книг. И книгам я оставляю книги, это мои друзья. Я должен доказать, что именно то, чего у них в библиотеках нет. А где там знакомые нам люди, там вообще все открыто. Там уже люди собраны в библиотеке, мы встречаемся, беседуем. Даже попы приходят к книге, пытаются как-то выдрать, а они еще не могут сделать. А в других местах они обманывают. Это книги, они нужны для семинаров, для динамо. Но блокируют. А мы идем. Я делаю перед Богом. Я знаю, что мои книги имеют особое свойство вашего творения. Когда попадают за крещеным, люди другие делаются. Почему? Потому что я пишу о том, что знаю. Я сам там был. Это не рассказывает за чашкой чая. Я не сказал. Ее, я же не представил, Татьяну зовут. Хорошо. У меня родная сестра Татьяна. В Киргизии живая. А сколько же у вас всего осталось человек из семьи? Восемь. Восемь. А было двенадцать, да? А было двенадцать. Два вы умерли маленькие. А вот недели три назад брат у меня умер. В Волгограде там был. Старший, да? Этот моложе. А тот в Москве был, тот старший. Хорошо, когда много. Ну, я знаю, как. Вот мы как-то привыкли. Мы даже не замечали, что много. У нас как-то настолько мы спаянные были. Отец-пастух мы пасли, дома там играли, где настолько все было дружно. Там наберем там, ну, ягоды где-то, и кошки на раскладах. Через дорогу бабушка живет. Это бабушки, это тяти, папа не звали, тяти. Это маме. Вот все на всех. И все отделилось, последняя крошка. И мы так в этом прожили, я по-другому просто не знаю. Что другая жизнь, мне кажется, это как-то ненормально или что. Правильно. Я внучке своей говорю, Яночка, мне так хочется, чтобы у тебя было много деток. Хочется, мне очень хочется. Чтобы было ни один, ни два. Пусть будут. У нас пять братьев, пять сестер. Отец в поле войны у него вот так вот руки не было. И как-то я сейчас назад смотрю, они с матерью вдвоем полкласса не кончили. Совершенно неграмотные. Но как они мудро поступали. Ну, мы родители-то. Отец очень строгий был у нас. Зайдет у матери там, она щугуны, свиней там вытащит, поставит. Он дает холера. Холера, ругательство это у него было. Расставит, щугуны, ребенок-то, ошпарится. Вот, он следил за этим. Поэтому десять у нас никто не ошпарился, нигде глаз никто не выткнул. Отец как, ну, смотрел за этим делом-то. И вот как только отец выйдет, обычно мать начинает, а вот он, наша мать никогда, мы ничего не слышали. Чтобы она против говорила. Я, вот у нас, вот есть такой у меня здесь ролик, кстати, Яша Плащин. Смотрел? Ну да. Вот, я рассказываю. Главное у матери было, а что отец скажет? Вот придет, а вы сделали или не сделали? Я этого не знал. Спасили, а что отец может сказать, когда он приводит к коровке? А вещи? Я не знаю, но мы боялись этого слова. Вот отец скажет, а мы не сделали. Поэтому мать мне покажет, а огород это полгектара. Вот, четыре редка там или два, скажем сколько. Пропали. Я пласта, и жара, тут для меня ничего не значит. Я должен, примерно к четырем часам закончить. А зачем? Ведра два ведра беру, теперь бегу в степь, там далеко суслики бегают. И теперь из лога я ведрами несу, туда выливать их. Он выходит, когда его зашиворот, этого суслика-то. И вот, чтобы сдать суслика, шкурку высушить, за 20 километров отвезти, это три копейки. Три копейки. А мне велосипед надо купить, дома до 4 класса, а в 15 километров туда 10 лет, я туда должен ездить. А денег-то больше нету. Я должен зарабатывать себе сам, в 5 лет уже. И мы этого не замещали, считали, что нормально, так мы и правильно живем. Да. Так и хочется так жить. Чтобы и дети, и внуки наши уже такими же были. Сусслики сдавать. Они совсем другие. Почтение к родителям, со старикам. Да, да, да. Конечно, были маленькие, там все было. Старший брат был выдущик. У деда корова в маленьком стороне. А когда снег будет, даже он загорыжил, замрует все. Так он придумал, когда по коридору к корове-то идти туда, под снегом-то. А брат сделал так маленько, там, снегом, потом бы снег вытаскивали. А там расширяли камеры, и там интересно было сидеть. И брат туда, он такой механик был, и он привел туда электричество. Там у соседки, тетки выпустили лампочку. Ну, это же когда было-то, это трудно все было-то. А дед узнал, откуда ездил. Гроблями-то оторвал провод-то, оторвал. А брат нарисовал, тогда газету выпустил, своя, домашняя. Как дед гроблями отрывает от них. Ну, а это брат вытаскивает, а я бы за ним тянулся, я его любил сильно. И я с ними туда под всех-то залез. А весной, когда прорвет, там был Соломов капрут-то, а у него рыба, карасит-то. Ну, а по логу-то идет, а там астока и рыба там где-то застревала. А она там еще застряла, она затохнулась здесь. А мы, брат возьмет сковородки, все знал. Ну, она пять лет старше меня. Я у деда учился, когда мне там совсем было. Десяти лет, десять-то лет было, нет. И я с ними тащился. Как он на поле, как это и жарить, эту рыбу, он все знал. До нас несколько человек. А он меня на каждом шагу обманывал, брат. Копейки мои отберется, скажет, в армию я пойду, заработаю, отдам. Я ничего не соображал, но мы в армии там много нарабатывали. Он все мог делать. И он лыжи делает, там лыжи делает. Он магнитопон сам делал. Прибор, радиоприемник. Ох, и мастер был. А я совершенно не способный где-то. Я смотрю на него и... Хороший у меня брат. Он карту нарисует, как пройти через сбор 10 километров. Какие отрожки, куда. Я не мог понять, как он может запомнить, куда, какая дорога ведет. Когда идет в лесу, и он все дороги, карту нарисует, где я полеет, когда прохожу. Для меня это было сверхъестественно. А но он не был избранником Божьим. Он тайно курил. Все у него такое было. И по-божески. Вот он где-то что-то мать обманывает. А я брата люблю. А мать-то видимо чувствует, что неправду говорит. А он говорит, я стою. У меня слезы потекут. И она по мне определяла, что он неправду говорит. И мне его выдать нельзя. Помню, однажды они курили. А я не курил. Они меня повалили там с дворяным братом. Там папиросы урон солоди, нос заезжали, чтобы я дыхнул. Я дыхнул, они отпустили. Все, теперь не скажешь, ты тоже курил. Ну, я все, я молчу, курил. Я доволен, какое было детство у нас, какие родители. Мы все могли делать, приучали. Какое дело они, возьми, все знали. И нам как-то было радостно так. Отец рассказывает о прошлой жизни, а то у меня в книге все написано. Как жили раньше. Я вот Татьяне-то скажу, но они поверят, кем я готовил с собой. Мечта была, кем стать. А у него летчиком, другом космонавтом. А я с детства хотел стать террористом. Коммунистам потом сить, что они сделали. Отец рассказывал, как людей раскулачили, убивали. Я все думал, как, чтобы не попасть. Я тренировался, бокс, стрельба, в кружки эти записывался. А Господь показал, тебя будут бить, тебя будут сажать. Тебя будут подминать. Бог все переначал по-другому. И я благодарю Бога, что так все было. Господь пролез по любви своей на руках. Да, слава Богу. Да. Я все вспоминаю, в армии пошел записываться во французский регион. У нас в военкомате, да? Нет, в армии уже был. В Алжире была война. Я пошел к начальству и спросил, зачем? А что французский язык хорошо знать. Вот балбес, сэр. Только и скажешь. Я вот что Татьяне говорю. Вот Господь как усмотрел, чтобы мы познакомились с Сергеем-то. С этим жития. А теперь у него новое житие пишется. Он столько помогает. Вот мы с ним где беседуем. Видите, со мной неудобно знать. Я ничего не скрываю. Говорю открыто им. Но нас пока ничего не разделяют. Я его предупреждаю, Саверина, смотри за глаза, чтобы мы не расстались. Кто-то что-то будет клепать, говорить против. Ну и люди встречаются в следующий час, а он другой уже. Ему кто-то наговорил. Это не годится. Ты со мной поговори. Ты спроси, было или не было это. Ну да. Баб брал, я его тебя не брал. Сатана, клещет. У нас расстался с такой. Двое живут мирно. Ну по-хорошему, как мирские люди-то. А Сатане это не угодно, когда молодые муж с жена. Вот он. Он подходит, там бабушка одна и... Ну как живешь? Да хорошо. А где твой Дима-то? Да на работе. А что так поздно? Да он там в конструкторском бюро. Там важное задание какое-то. Я не знаю, что он там делает. Ну ладно, если на работе-то. А то бывает и не на работе. Да где ему быть? Да ты еще не знаешь где. А ты подойдет к часам, там где-то есть. Во сколько приходит там? В десять. А ты в полдесятого приди там у столба. По часам это. Узнай, что он там. Я уже не раз там его видела. И ушла. А к нему тоже пришла. Те же самые сложены. Жена, да она ждет, да она видит. А ты в полдевятого там придет, там по часам это. Посмотри, кого она там ждет. Да до кого она ждет. Она дома сюда будет. Ну и весь день думала. И она думала. Приходит. Вот правда там. Так не зря про тебя говорили. А она тоже не зря говорили. Да ладно, они разговаривали. Кто тебе говорил? Бабка. Какая на блаках одета? Так. Когда одна и та же. Это сатана в таком виде подошел и заошел-то. И сатана не любит. Говорят, он боится креста. Он не креста боится. Он на крест залезет и ногами колотит. Он боится любви. Когда мы живем по любви. По согласию. Он терпеть этого не может. А креста он не боится. Он боится креста, когда с верой человек верует, молится и долбит его крестом. Вот тогда он боится. Сгинь сатана. Вот. Так что... Это вот один священник где-то, я не помню, рассказывал. Это вот когда канонизировали Евгений, который погиб в Чечне, которому голову отрезали, крест не снял он. И говорили, что в жизни случая такого не было, чтобы кто-то смог снять крест с тебя. Я говорю, ну как же не было? Да полно снимают кресты. Они, что же, выдумывают какой-то тоже ерунду. Это Робиона, поди Женя, Женя Робиона. Ну да. Это обман. Сплошной обман. У меня в книге об этом говорили. Их как барабьев взяли. Еще четверо сидели там, басни травили. Я знаю, про что обычно разговаривают молодые люди. А эти днем промелькали, они на скорой помощи туда-сюда. А тут выскочили мгновенно их. Слышали там метров 300-400 там, ерунда, основное заездное. Крещали. Утром пришли, никого нигде нет. Крест на голове. Я говорю, ты у куклы голову убери, попробуй повесить крест. Как он крест удержится, когда головы-то нет? Он за счет головы крест держится. Даже все соврать не умеют. Еще этого не было. Взяли, погибли, убили. Больше мы еще не знаем. Мать правильно говорит. Я была на работе, когда его взяли. Ванкомат потребовал. Я даже не простилась с ним. И когда она ездила, и они о них забыли. Она везде деньги платила. Дом продали. Там что она пишет? Она его достала. Ну а дальше-то все равно. Я как-то разгаровал, говорил, а мне, а вы все знаете. А попали бы туда, я бы не попал. А как? Да очень просто. Я же в армии служил, знаю как. Я знаю, как другие служат. А как? Ну вот у нас, я служил в ракетных войсках. Это не страйбах. И у нас была станция всех, снижение за спутниками. То есть выше нас в армии, может, никого не было. Это элитные войска. И вот надо охранять же там какие-то склады. Огорожено все. Туда назначили. Первым делом я обошел все. Посмотрел, где продрано проволока. Откуда видать, куда тень падает. Какая дорога по дороге, кто идет, проходит. Откуда зайдут. Нашел место, выкопал маленькую ямышку. Залег в тень. Все, меня не видать. А пошел, когда все знают, я сто из ста выбиваю. Надо стрелять воздух. Я предупредил, ко мне будете идти, стрелять я не буду воздух. Первым делом на поражение, а потом воздух. Чтобы меня никто не обнаружил. Наконец-то, как менять вахту, издалека кричат. Это мы свои идем. Свои идем. Еще ближе, да, остановятся. Их было четверо. Они могли расстретоточиться. Один в будке сидел, остальные по другим сторонам. Да, этим чищенцам зубы так прочистили, чтобы они, говорит, забыли, куда ехать. Они не следи вахту. Они больше отбыть время и травить. У нас было так. Как только на вахт идти в наряд, дают время. После обеда уже никуда не трогают. Ложись спать. Ребята, еще раз будет спать. Он на вахте выспится. Я сразу ложился спать. Мне ночью надо бодрствовать. Я глаз не сомкнул. У меня доверили склады. На меня-то надеются. И у меня все время благодарности были на побывку домой отпустили. Они не серьезно делали. Я приучил там собащенка одна, прикормил ее. Где нижним проводом повесил разные бабки, чтобы загремели. Я хорошо слышал. И собака залаяла. А безобъясненно делала со всех сторон. Ни с какой стороны. Все двери я вижу, с какой стороны кто подойдет. От меня он не ушел, кто пришел. Он мог не дав мне руки осквернеть убийством. А здесь знали. С Чечняю, в Чечнею рот раздинали. Мы в прошлом году были два раза в Чечне. Народ там, до того он плохой, головы режет. Вы знаете таких, я знаю других. Я еще не спрошу, они готовы впереди ехать, показывать у молодежи все. В это время приехал там замминистра, или министр был в библиотеке. Так они вышли, мусульманки, одеты. С нами фотографируются. Кто мусульманки? Да они. Я еще раз говорю, у нас фотографии на руках. Вот я в доме Мулы. Вы видели сами. С нами по-другому было, почему? А мы другие, мы иные. У меня они не враги. Мусульмане мне не враги. Чеченцы мне не враги. Рамзану Кадырову подарил книги. Мы делали для Бога. Заходим. Это было в Ахачкале. Это там только уехали. Там машину с назовещаткой трендом наружу. Не знаю, перестоят. А мы библиотека национальная имя Расула Гамзатова. И там и стрелка последней написана. Молитва это комната для намаза. А по-русски комната для молитвы. Я директора спросил, скажите, а вот мой русский православный, к вам можно туда зайти и помолить? Да пожалуйста. Но там закрыто на замке. Сейчас он звонок в дом. Мы идем уже в комната раскрыта. Надо разуться. Мы разулись, зашли, начали молиться, совершили полное правило по православному. И все это написали на ролик. Он у нас стоит здесь. А где он где-то искал, искал, так и не нашел. Как он называется? Где он есть, этот ролик? Я не знаю, как он называется. Но надо может зарядить этот... Это не Азербайджан, Дагестан. Дагестан. Это в благовестии. Теме о благовестии там можно найти. Я не знаю, как искать. Вот. Ну, я рассказываю то, что есть. Это подтверждено на фотографии. Директор. Он расположен. Я говорю, выйдем из вашей, где-то у него кабинет. Перед табличкой сфотографируем. Он вышел, сфотографировался. Они просто замечательные люди. А когда мы были там, когда узнали, откуда мы приехали. В магазине-то. Я не знаю, кто они такие, эти люди. Я потом через другие места послал им благодарность и выписал грамоту. Они давай надо нагружать в магазине продуктами. Деньги не берут. Сыру, хлеба, воды сколько банок дали. Помидоров. Там бананы. То есть, что только ненавидит мы не берем. Первый раз нас видят. Да вы так едете. С такой миссией. Это далеко. Там, да возьмите. Я деньги, но они ни под каким видом не берут. Первый раз видят. И кто мы, где? В мусульманской стране. Я еще буду сказать, что этого не было. Да какой же я тогда буду? Вот это действительно подтверждает, что для них гость это святое, да? Да, я подтверждаю. Я там был. Был. Конечно, мы были в Грузии. Там мой крестник живет. Я там дольше был. Здесь-то проездом только. А там ночевали в доме священника, еврея, моего крестника. У меня везде корешки там какие-то есть. Но мы были в этом, на Алане называется, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Вот, которые эти республики шесть мусульманских республик. Это еще одно стоит? Ни две, ни три. Мы видели этих людей. Мне они нравятся. Как женщины одеты. Ну, у нас также вот одеты. Соломудренно. Ребята там, где были какие-то коспические. Там прям такие вот. А вот такие, а кто? Приехали проверять. Да мы православные, мы вот едем и ночевать вплотную к забору, где они там вроде подземный правительственный какой-то тоннель. Сразу нас. Молодые, а вы знаете, кто последний пророк? Я говорю, знаю. А кто? А не Мухаммад. Я говорю, пророк Илья Илья. Нет. Он еще, может, ничего не знает. Здоровые, крепкие ребята. Поговорили, ушли, мы ночевали, вот там встали, поехали дальше. Нам, мало того, поехали в лес, шофер не послушал и застряли. Так они там машину развернули. Вот, может быть, русский человек-то. Зацепили нас и вытащили оттуда. Вот и все. Я думаю, все это молитва. Мы едем на молитве. За нас все молились. И мусульмане, и баптисты, и православные, и священники, и архиереи. Мы едем в миссию мира, любви во Христе. Вот за два года, вот, тринадцатый и двенадцатый, мы только книг, дороги подарили, на семь миллионов сто пятьдесят тысяч. Учитывая, что у меня минимальная пенсия, это стоит чего-то. Это нельзя повторить. А нынче, если мы поедем на благополучное, это вообще запредельно будет. Представьте, переплывать только три раза будем на паромах. Дойти до Португалии, Испания, Франция. Пройти в Англию. После этого в центр Европы пройти вместе. Все Цюрихи, все Бельгии, Мексибурги. Через Данию войти на Финляндию, пройти в Швецию, Норвегию. И оттуда нас отправляют через Пинский залив в Прибалтику. Пройти, и тогда уходим на север. И еще за нами будет не меньше, как сто пятнадцать городовых сел в России. Мы идем не для себя. Опасностям числа нету. А мы даже не видим эти опасности. Мы благословенны и у Бога. Притом я вот удалил мое, мой труд, пятьдесят лет моего труда я отдаю. Ну какое-то чувство должно быть, я отдаю, да даром. А у меня наиболее какая-то радость с волнами идет. Господи, Ты дал, Ты взял. И когда люди расположены, берут, у меня особое чувство. Его не выдадешь какое, если этого нету. Он дал. Я расслышал голос его. И во имя Христа я это отдаю. Потому что то, что я говорю, они не знают и не скажут. Ни священники, ни кто. Они друг друга боятся. А для меня это не существует. Он Андрея-то аккуратно. Правильно он сказал. Игнатию, наплевать, кто что думает и говорит. А мне не наплевать. Я думаю, что епископ скажет. Кто что-то скажет. Так и получилось все. А мне еще плевать. Или на меня я принимаю, как ес. Это мой путь. Я его избрал. Я ничего лучше, прекраснее православия не знаю. Хотя знаю с разными людьми. Он мечтал вот о свободе, об этой. Вот он сейчас обрел ее, свобода. Да, я ему сказал. Он сказал, я Игнатию завидую. Или я ему сильно завидую. Два раза сказал. Это уже повлекло за собой следующее. Благословен Господь. Ну все, прощаемся. Спаси Христос. До встречи. До встречи. Если Господь благословит. Так, мы трое, три брата. И собака с нами. Хорошо. Собака непростая. Чемпион России. Официально. Вот Господь как сделал. Была чемпионом Сибири. А когда вернулась, стала чемпионом России. Овчарка, да? Овчарка, восточноевропейская. Мужики-то. Тачков красавец. Ему четыре года. Может, с половиной. Хорошо. Будем ждать. Погастай у вас, Господи. Все с Богом. Слава Христос. Слава Христос.